Она хочет пойти глумиться над трупами, нет! А! Она выкопала Саманту! Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы продолжаем с вами играть в Rim World. И у нас с вами сладострастные вафельки. Вот такое у нас поселение. Нет, у нас такая фракция называется, а Скончевиль. Это название поселения. И мы видим наших героев Ларису и Хантера. Давайте посмотрим, как у нас обстоят дела. Во-первых, какие у вас настроения. Настроение неплохое у Хантера. Но ему не нравится, что он ел на земле. Ужасная спальня, бронежилет с трупа, умерла подруга, слишком жарко. Нытик. Хорошо, а Лариса, что там у нее? Оу, у нее настроение еще хуже. Алкогольная ломка, слишком жарко, легкая боль. Как вас могут бесить такие мелочи? Вы не смотрите на проблему вот фундаментально. И вы не смотрите на себя в зеркало. Как минимум, потому что его нет в этой игре. Но может быть это и к лучшему, потому что вы бы тут же увидели, какие вы уродливые и впали бы в депрессию. Которую я впадаю каждый раз, когда вас вижу. Я серьезно, посмотрите на мою шкалу удовлетворенности. Неудовлетворительно. Вы вообще нарисованы так, словно это аниме по скидке. Хантер, вот смотри, ты бы мог выглядеть вот так. И обладать огненными способностями. А ты, Лариса, могла бы выглядеть вот так. И обладать силой льда. Да и все вокруг вас могло бы выглядеть гораздо красочнее. Прямо как в Хонкай Стар Рейл. Совершенно новая бесплатная RPG-игра серии Хонкай от создателя Genshin Impact, которая отправит вас к настоящим звездным приключениям. С невероятной по красоте графикой в стиле аниме и увлекательными пошаговыми боями. Вы только вспомните, как выглядел ваш бой с Адамом. Адам, ты арестован. Ой. Он просто отдал нам жестких люлей. А ведь этот бой мог выглядеть гораздо эффектнее и зрелищнее. И исследовать историю, в которую погружает тебя Хонкай Стар Рейл, безумно интересно. Ты окунешься в вышеломляющий коктейль, где собраны элементы мифов и легенд, смешанных с космическим научно-фантастическим сюжетом. Целая галактика, полная миров с уникальными пейзажами и историями. Отправляйся на звездном экспрессе по следам первобытных ионов и разгадай все секреты, похороненные в древних легендах. Окунись в зрелищные бои. От орбитальных пушек до ледяных стен и полноценной армии. Потрясающие боевые способности персонажей гарантируют, что каждое сражение станет аудиовизуальным наслаждением. Если бы вы все это только представили, все ваши недовольства бы тут же улетучились. Да что я вообще тут надрываюсь с вами? Я, короче, пойду играть в Хонкай Стар Рейл. Ведь она уже полностью вышла, и скачать ее можно по ссылке в описании, хоть на ПК, хоть на телефон. А также, кто скачает игру по моей ссылке в описании, получит до 80 прыжков. Также я оставил в описании специальный код, благодаря которому вы получите в игре 50 звездного нефрита. Переходи по моей ссылке прямо сейчас и начни свое эпическое звездное приключение. Ладно, бедолаги, давайте попробуем как-то улучшить ваше самочувствие и вообще, в принципе, ваше существование. Вам и так выпала не очень удачная фишка. Вы оказались на этой планете. В целом это неплохо. Плохо то, что я вами управляю. Окей, как у нас дела? Шерлок испытывает боли, неограниченно испытывает их. Белка номер один живет, спит, радуется. Я не понимаю, почему ужасная спальня, как сделать ее не ужасной, что делают спальню классно. Кровать, кровать есть. Кондиционер, есть. Зверушка рядом спящая, есть. Свет, есть. Я не понимаю. Итак, началась необычайно сильная жара. Опасайтесь тепловых ударов, они смертельно опасны. Понижайте температуру помещения при помощи испарительного охладителя. Хорошо, у меня все это есть. Ну что ж, все спят, всем хорошо. Рисик растет, супер тихо. Ууу, смотрите, есть вентиляция. Вентиляция, это позволит воздуху циркулировать. А нам нужно, чтобы оно циркулировало, правильно? Вот здесь пусть циркулирует, вот тут. А если вот так будет циркулировать, это хорошо или плохо? Ну, короче, давайте везде оно будет циркулировать. Просто будет все в вентиляционных шахтах. И вообще, ну, будет такой в воздух гулять. А-а-а, работа. Давайте заставим ребят работать. Так, приказы. Копать будете здесь. Это, кстати, что такое? Это серебряная руда. Отлично. Очень много залежи стали. Копать. Еще есть залежи урана. Я даже не знаю, для чего он понадобится нам. И золо... Золото. Копать. Вы понимаете, что с помощью золота мы сможем сделать классные кровати. Это что такое? Это прямо вот здесь рядом стоит. Я этого не видел все это время. Большая стела из известняка. Мы можем это разобрать. Великая стела из мрамора. Мы можем получить ресурсы. Урна из стали. Кто-то был до нас тут. И вот еще руины. Кстати говоря, почему я только сейчас это заметил. О, Хантер проснулся с утра пораньше. Чтобы пойти покушать. Лариса, ты будешь кушать? Первым делом она... Погодите, а что здесь дырка? А, это он разобрал стену, конечно же, да. И чтобы сделать вентиляционную шахту. Внимание, риск серьезного нервного срыва. Это у Ларисы. Медитируй, медитируй. Слушайте, а у нее есть оружие. Может быть, как-то снять? Брось винтовку. Брось винтовку. Все. Не нужно тебе держать эту штуку у себя в руках, когда у тебя такое настроение плохое. Иди лучше вон киркой поработай. Я думаю, мы сможем добиться того, что она перестанет испытывать зависимость от алкоголя и наркотических средств. Это что такое? Дикий лечебный корень. Смотрите, если мы срежем, то просто полностью удалится растение. А нам нужно собирать с них урожай. Поэтому отметим вот так. Лечебный корень, это хорошо. Нужна теплая одежда? Какая теплая одежда? Сейчас 43 градуса. Вы что? А, нам написано, что нам нужна теплая одежда к наступлению холодов. Значит, нужен стол портного или швейная машинка. Значит, стол портного. Что у нас? Где будет это все стоять-то? Я так понимаю, будет на улице. Нет, это опасно. Это опасно. Держать на улице. Давайте будет вот здесь и табурет пихнем. Смотрите, Шерлок, и он наблюдает, как это люди делают. Что вообще они такие делают? О, ну тогда я попробую. Нормально, да, я тоже так смогу, мне кажется, в следующий раз. Не, ну на самом деле он же следует за Хантером. Он его охраняет. Видимо, от Ларисы. Она скоро очень сильно вспылит. Так, ну ладно, у нас есть куча мрамора и металла. Если нам понадобится, мы это все, конечно же, разберем. Это что? Обломок корабля? Разобрать. А это что такое? Боровой гейзер, окей. Погодите, у нас тут целая куча корней лечебных. Давайте собирать. Еще есть ягодный куст. Давайте тоже собирать. Когда уже будет пополнение? Почему нас только двое? Сдолбали всякие белки, приходят одни, и животные. Нам это не нужно сейчас. Это что такое? Морская свинка. Какая огромная. Кстати говоря, тут же всякие были какие-то рогатые твари, которых можно было бы приручить. Я бы хотел очень. Они все испарились. Опа. Это ослицы, которые мы убили. Хладнокровно. И волк. Это плохо. Волки пришли, понимаете? Пока что только один. Естественно, они засылают одного, чтобы он разведал местность. И он будет разведывать нас. Морская свинка сходит с ума. Это та самая морская свинка? У! Нет. Так. К бою. А у Ларисы нет винтовки. Вооружиться. Нет, нет, нет. Стой, 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 Лариса. Опасность. Она ломится в дверь, морская свинка. Сейчас она уйдет. Уйдет. Что происходит? Растерянность. У Ларисы, блин, растерянность. Из-за плохого настроения. Нам надо что-то делать с этой тупой, чертовой свинкой. Сразись. Убей. Лариса. Я не могу управлять ей. Ты будешь стрелять в морскую свинку? Или как сегодня? Шерлок сражается. Хантер, ты просто гениально стреляешь. Ты можешь нормально стрелять. Давай, убей чертову свинью. Есть. Что с Шерлоком? Ранение. Как ты вовремя, Лариса, потеряла самообладание. Все, ладно, мы избавились от нее. Ох, как все начинает идти не так. Смотрите, еще одна морская свинка. Она сейчас будет мстить за эту теперь. Ты хоть спать пойдешь? Она не пойдет спать. Она будет кровищу дальше раскидывать. Морская свинка прибивается к поселению. Что? Она не передумает, когда увидит труп своего сородича. А может быть, это благодарность? Ты убил этого морского свина. Он был тираном. Поэтому ты освободил нас, и я буду служить тебе вечно. Скорее всего, такой мыслительный процесс у этой свинки морской. Лариса, ну пожалуйста, ну иди поспи. Морская свинка укусила ее в правый глаз. Морская свинка грызет Лариса, надгрызая ее правый глаз. Наступило утро. Хантер полностью здоров. Ладно, я рад, что Хантер полностью здоров. Походу, он останется последним, кто что-либо сможет делать. А кто-нибудь замутил стол портного? А, он лечит Шерлока правильно, правильно, умница. Немножко, немножко полечить. Лариса пошла спать. Сейчас, сейчас она придет в норму. Придет она в норму, я уверен. Тебе придется работать за всех, гружище. Извини, пожалуйста. У охотника нет оружия дальнего боя. Лариса, ты, ты пришла в норму? Нет, она растеряна. А вот и свинка. И зовут ее морская свинка номер один. Ты будешь спать вот здесь. Давайте сделаем вот так. Баррикады, чтобы они баррикадили лучше. Типа вот так, да? О, это хорошая идея. Вот здесь мы будем баррикадироваться. Тепловой удар у Ларисы. 44 градуса на улице, господи. Иди домой. Вот смотрите, поесть она, конечно же, не забывает. Поесть это надо всегда. Теперь поспать. Ладно, если это поможет ей прийти в себя. Смотрите, химический покой. Мне нравится ловить кайф. И это было хорошо. Ладно, Хантер, давай, все на тебе сейчас. Будь мужиком и действуй. Жара прошла. Отлично. Кстати, у нас, кажется, дерева вообще нет. Хантер, это все на тебе. Морская свинка сходит с ума. Что? Да что происходит с морскими свинками сегодня? А это кто такой? О, это Адам. Он костюмер, оказывается. А разве он не был симулянта? Смотрите, она прямо идет. Она идет убивать нас. Хантер, к бою. Шерлок, вперед. Ты надеюсь? Я надеюсь, у тебя получится. Умница, стреляет. Плохо. Очень плохо. Ой, она просто перешагивает через баррикады. Ей насрать на баррикады. Убил. А, болевой шок. Убей ее. Мертва. Все, распуск. Риск легкого нервного срыва. Смотрите, Лариса пришла в себя. Смотрите, она даже лечит Хантера. Ты моя умница. Все. Значит, Хантер только что полностью выздоровел. Наша морская свинка, она предатель для всех остальных ее сородичей. Потому что они продолжают атаковать меня. И вот еще одна. Видите, здесь есть вероятность, что она тоже сойдет с ума. Может быть, приручить ее? Давайте кто-нибудь ее приручит. Нам нужно будет еще пополнять запасы дерева постоянно. Если мы все вырубим, то мы лишимся древесины. Значит, выращивание деревьев надо исследовать. Еще я бы исследовал солнечные батареи. Погодите, а солнечные батареи? Сейчас же скоро будет зима. Они не смогут, мне кажется, добывать нужное количество энергии. Аккумуляторы давайте тогда. Что это? Что это значит? Морская свинья гниет. Это типа надо ее убрать или да? Что нужно сделать? Убрать кровь. Но гнить она от этого не перестала. Ладно, она сейчас... Опа, мы обнаружили золотая руда. Я обнаружил. Итак, я думаю, она сгниет, превратится просто в скелет. И не будет нас отравлять. Время сбора урожая. Ааа, сколько риса. Это что? Мужчина. Он стоит. Посещает могилу. Это точно могила Саманта? Да, это Саманта. А здесь тролл. А, тролл и симулянт, оказывается. А это улучшает здоровье, когда он посещает могилу? Непременно улучшает. Открыть. Можно открыть эту могилу? Зачем эта функция? Я без понятия. Ларис, тебе бы посетить могилу стало бы легче. Видимо, не так-то ты и скорбишь. Вот этот минус 2, что это такое? Это ты, симулянт, у нас. Смотрите, Хантер пытается приручить свинку. Как он это делает? Вообще, какой процесс здесь? Он просто подходит и гладит ее, да? Ну давай, морская свинка. Ну давай. Приручайся, бэтч. Как посмотреть прогресс? Не удалось приручить. Шанс 22%. Какая непокорная свинка. Будь ты проклята. Ладно, он забил. Естественно, на ночь глядя приручать. Она спать хочет. А ты тут, давай. Хантер добывает рис. Лариса его жрет. И, кстати, они все его хавают. Я так понимаю, электроплиту никто не может сделать. Давайте ее просто отменим. И шкаф для инструментов мы не можем построить. Это все бесполезно. У нас нет такого навыка. Господи, да когда же будет пополнение? Ну займитесь делом. Хантер с Ларисой. Эти нужны новые поселенцы. Ведь ничто не заменит прекрасный детский труд. Что-то они как-то очень рано стали просыпаться. Они что, режим дня сбит? Значит, чисто проснулись, чтобы похавать и спать легли. Они что, считают, что это отель, где завтрак включен? Ребят, давайте нормализуем тут все, а? Ведь по большей части все зависит от вас. Я, что я буду делать? Я просто стою, сижу, доблюдаю. Иногда что-то клацаю. И комментирую. Что делает Шерлок? Ест траву. А, я думал, он жрет эту свинку морскую. Опа, наконец-то начали рубить деревья. Пока все так хорошо идет, ну, в целом, ничего страшного не происходит. И это и пугает одновременно. Потому что вот-вот случится что-то, к чему я не буду готов вовсе. И я просру. Я бы этого не хотел. Хантер, что ты вдупляешь просто сидишь? Убирай кровь. Не получилось построить. Ларис, давай, ты убирай кровь тогда. Хантер встал с утра пораньше, чтобы попробовать еще раз построить ловушку. Ну, в этот раз-то у тебя получится. Есть! Вот так вот, друзья, мудрость Хантера. Если не получилось сегодня, попробуйте завтра. И завтра обязательно. С новым настроением все получится. Главное потом не попасть в свою же ловушку. Убрать трупную жидкость. Смотрите, место проведения вечеринок. И свадеб. Опа, опа, опа. Давайте найдем прекрасное место, где можно провести свадьбу. Вот здесь. Оно заблокировано. А-а-а, отмена. Вот тут может быть использована. Отлично. Тогда еще и место проведения вечеринок. Где лучше всего проводить вечеринки? Ну, тут же. В смысле, а почему? Почему это маленький квадратик? Я чего-то не знаю о вечеринках. Ладно, когда они захотят, они проведут вечеринку. Риск серьезного нервного срыва. Лариса, твою мать, опять ты начинаешь. А что ты делаешь? А, она Шерлока кормит. Не удалось обучить натравливание шан... А, она хотела его обучить натравливать на рис или... Я не знаю. Да кого ты его натравливаешь? Погодите, а Лариса, что ты без оружия? Вооружиться. О, ну замечательно. Морская свинка одна превратилась в скелет. Больше не воняет. Смотрите, смотрите, она снова пошла докапываться до Шерлока. Шерлок, стой на месте. Не удалось обучить натравливание. Блин, в следующий раз получится. Почему никто не забрал золото, которое мы добыли? У этих ребят слишком много работы. Они не успевают делать все. Когда кто-то к нам уже придет? Опа, что это? Что это? Гигантский ленивец. Это плохо? Это страшно? Надеюсь, он не сойдет с ума. Что? Морская свинка 2 внезапный варк напал. К бою. К бою. К бою. Мою мать, это варк. Заходим сюда. Что делать? Глумление над трупами. Что? Кто глумится над трупами? У нее душевное состояние глумления над трупами. Она хочет пойти глумиться над трупами. Нет. Там же варк. А! Она выкопала Саманту. Перестань, Лариса. Пытаться арестовать. Невозможно. А, кровать. Стоп. Стоп. Для пленников. Так, хорошо. Теперь Лариса. И арестована. Зря это я сделал. Зря это я сделал. А! Теперь что делать? Спасти Лариса. Захватить Лариса. Это для твоего же блага, Лариса. Честно. Так, а теперь невозможно лечить. Поселенец никогда не будет лечить. Лариса в ярости. Она кидается на всех, кого увидит. У нее желание было разорить могилу. Выставить труп на всеобщее обозрение. Браво, Лариса. Ты добилась своего. Роспуск. Я не знаю. Давай похорони Саманту снова. У него риск легкого нервного срыва. Умница, Лариса. Тварь. Левое предпречие. Человек-кулак. Что? Человек-кулак. Что это значит? А, это человек кулаком? Может быть, я нанес ушибы? Хантер избил Ларису. Как я ненавижу Ларису теперь. Погодите. Хантер тоже теперь неподконтрольный. О, отлично. Ну, прекрасно. Все. Вот оно. Начало конца. Ладно, может быть, он додумается лечь спать. Посмотрите, он выходит на улицу и сразу, видите, настроение ухудшается. Вот, сейчас повысится. Сейчас повысится. Все будет отлично. Сытый сон на нуле. Видите, хавай быстро. Есть, он пришел в себя. Он теперь управляемый. Так, интересно, а как теперь Ларису освободить? Затмение. Одна из лун оказалась в точке между планетой и солнцем. Началось солнечное затмение. Это плохо? Это плохо, если бы у меня были солнечные батареи. Посмотрите, настроение какое у него. Вот это настроение. Но она почему-то... Ему что, плохой сон снится? Ясный день. По-твоему, это ясный день? Так, Хантер медитирует теперь. Я не знаю, что теперь делать с Ларисой. Ее можно? Она уже не часть нашего поселения. Можно ли как-то ее снова сделать нашей? У тебя погорячился? Ну, выкопало на труп. Ну и черт с ним. Закопали бы обратно. А я же поставил алтарь для свадеб. Я хотел поженить их, чтобы они сделали новых поселенцев. Они не сделали. Что делает Хантер? Он, кажется, пытается научить чему-то. Давай, Шерлок. Животно обучено. Преданность. Ой, мама, варг. Он же нахрен нас всех убьет. Я не знаю, что делать. Он не уйдет отсюда. Он сейчас нападет на свинку морскую. Его можно приручить? Почему он не напал на свинку морскую? При неудачной попытке приручения варги нападают с вероятностью 40%. Давайте попробуем. Все равно уже ничего не сделаем. А, погоди. Так ты будешь приручать-то варга или нет? Он, кстати, не атакует нас почему-то. Окей, ладно. Варг не опасен. Хорошо, что я не стал атаковать его. Может быть, и приручать не стоит. У него животноводство на 8. Что очень хорошо. Смотрите, что-то он все пытается с Шерлоком приручить его. Сделать какие-то животные обучения. Натравление. Есть. Смертельные болезни. Невозможно лечить. Кто-нибудь лечите. Активное задание. Тайник с ценностями. Что? Нам удалось перехватить сообщение о схроне с ценными вещами. Стоимостью 550 баксов неподалеку от Скончевиля. Там можно найти копье потрясения. Вызывает у цели беспорядочной галлюцинации. Нарышает целостность восприятия. И повергает ее в состояние психического шока. Перейти к схрону. Что я сделал? Оно находится вот здесь. Стоп, вы этому меня не учили. Вот Скончевиль. А вот здесь это копье. И здесь мы можем проложить маршрут вот сюда. Вот так. Я не знаю, что это нам даст. Сможем ли мы это сделать? Я решил попробовать. Потому что и так уже дела идут не очень хорошо. Активное задание. Стоп, еще одно какое-то. Знакомый вам дружелюбно настроенный ИИ по имени Шарлон Вайтстоун отправил вам сообщение. Он говорит, что на этой планете в тайном месте расположен его корабль. И сообщает вам координаты. Нужно будет запустить систему корабля и приготовиться к нападению на летчиков. Нет. Спасибо, не надо. Все, мы обучили Шерлока натравливанию. Теперь он, кажется, чему-то обучает нашу свинку. Давайте добавим задание нашему швейному. Стоп, смерть Ларисы. Сори. Ладно. Сшить нужно. Давайте сошьем штаны и пуховик. И шапочку. Погодите, а я же и для стола могу делать задание. Я никогда не делал этого. Разделать тушу. Приготовить комбикорм. Вот, пусть будет. Опа. Индюшка. Мы ее тоже потом приручим. Давайте вооружимся винтовкой. Чувак, ты остался один. Я не знаю, ничего не поделать. И давай-ка ты разденешь Ларису. Надеть бронешлем из пластин. У-у-у. И бронештаны надень. Отлично, а теперь иди спать. Там, наверное, он очень обиделся. Ведь умерла подруга Лариса. Опа. Собирает, собирает. Собирает, умница. Прокачивается. Грузовые контейнеры. Стоп. Перейти к месту. У-у-у. Медвежья шкура. Забрать все это. Давай, Хантер, бери все это. Затворничество. Это произошло из-за плохого настроения. Он скрывается в своей комнате. Последней каплей было, когда он съел сырую пищу. Ааа, боже мой. Все, встал в угол. Сам себя наказал. Так. Как же быть? Как же быть в нашей ситуации ужасной? Наверное, могилу вырыть еще одну. Настроение просто дичь. Стоп. О, он, он, он все. Он нормальный. Он нормальный стал. Ему нужно похоронить быстрее Ларису, чтобы стало ему хорошо. Вот, ну пошел делать могилу, кажется, да? Да. Что такое налет? Северная раса. Ааа, Сокасо идет. Хантер, к бою. Все зависит от тебя. Встал вот здесь. Я встал вот здесь. Вот тут. Готовься. Сокасо идет. О, боже. Сокасо неумолимо идет. Бить свинку мою морскую. Он убил. Он убил белку. Стой, 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 стой. Беги. Беги быстрее. За граду, за граду, за граду. Ааа, убивает Шерлока. Болевой шок у него. Вы посмотрите, они, нахрена эти ограждения нужны? Ты будешь стрелять или как сегодня? Да бей его уже хоть как-нибудь. Так, отойди. Отойди, отойди, отойди. Нет. О, боже мой, он бравил. Кто такой? Фли идет. К бою, Фли. Скорее. Стоп, там еще и волк. Аккуратней. Бам. Умница. Есть, в голову попал. Только, надеюсь, не в хантерскую голову. Фли попался. Внезапно какой-то. Который стал нашей частью. Риск нервного срыва у кого? Фли? У тебя риск срыва? Есть. Болевой шок. Тебе надо его захватить. А теперь быстрее иди сюда. Иди сюда, спасти хантера. Смотрите, он корчится от боли. Все будет хорошо, друг мой. Дружище мой. Я Фли, если что. Будем знакомы. Фли, тут и крут. Все, распуск. У нас теперь Сакаса в плену. Мне кажется, Фли уже пожалел, что он прибился к нашему поселению. Так как у него тут же риск легкого нервного срыва. Смотрите, а Шерлок-то жив? Главное, что Шерлок жив. Фли, покушай. И он пошел сразу шить. Что опять не так. Сакаса умер. Отлично, Флис. Давай, делай. Делай все. Дел много. Слушайте, тут просто вонище трупное. О, как классно. Фли сейчас наведет порядок здесь. Наведет порядок. Умница. Уныние. Так, у него уже уныние. Как же так? Почему он сразу зауныл? Все же было хорошо. Так, давайте быстренько врач лечить, чтобы он все мог лечить, чтобы он все мог делать. А теперь лечить хантера. Умница. Качество 42%. И еще 53. 69. Все, мы вылечили. Мы вылечили тебя, хантер. Все будет в порядке. И Шерлока вылечим. Сейчас давайте подождем, пока наши друзья выспятся. И запряжем их к работе, как никогда. Работы очень много. Во-первых, две могилы нужно сделать. Два трупа нужно похоронить. Раздеть предварительно. О, ты молодец. Вот он пошел копать могилки. От умницы какой. Давай, Фли, раздень сакасу. А теперь хоронить. Похоронил. Умница. Стой, стой, стой. Теперь давай хоронить Ларису. Это всех порадует. Есть. Просто ночью трудятся. Ты мой умница. Господи, как же в кассу Фли появился. Он тут все наведет. Весь порядок. Когда ты пошел? Шапку забрать. А, сейчас все складывается. О, смотрите. Торговать с обеда. Торговать. Так, ну они хотят реальных денег, а у нас их ноль. Стоп, есть еще режим подарков. Давайте подарим что-нибудь нашим друзьям. Давайте подарим нормальные штаны. И штаны, и вот эти вот тоже отстойные, самые стандартные, дефолтные. Пиндюрим их, вручить подарок. О, им понравилось. Давайте еще поторгуем. Лук. Вот они могут нам дать лук. Да, это типа они нам дают принять. Есть. Риск серьезного нервного срыва у Хантера. Опа, они пошли хавать. А что не едят? Что такое? Даже не знаю. Но пусть, пусть. Ладно уж. Так, ты пока убирай кровь. Гости из фракции Южная Раса уходят. Пока, ребят. Спасибо за лук. К счастью для Фли, ни Лариса, ни кто-либо другой не были друзьями. Поэтому он не расстроен. Посмотрите на его настроение. Отлично. А вот у Хантера дела очень плохи. Спал на холоде. Внутри. Внутри минус один. А что делать? Да ничего не делать. Мы можем только... Давайте разберем охладители все. Я надеюсь, это как-то увеличит температуру. Ну-ка, снаружи ноль. Как быстро, однако, все стало очень плохо. Итак, надеть штаны. Иди, Хантер, одень штаны. Растерянность, Хантер. Вот он на пути к штанам взял и растерялся. А, у нас же еще вот материалы были. Ткань какая-то. Медвежья шкура. Олениха. Сходит с ума. Грохнет Хантера. Хантер, беги. Олениха спятила. Давай, убей, убей, убей. Есть. Все, роспуск. Ладно, немножко покоцали Хантера. Хантер, ты же Хантер. Какого фига тебя Олениха жрет? Но его, кажется, это совсем не беспокоит. Он просто пошел похабать. Слушай, давай-ка ты это... Что можешь сделать? Перенести Олениху нельзя. Нет свободного места, настроенного для хранения этого. О чем идет речь? Что за место? О, смотрите, я нашел шахматный стол из дерева. Можно сделать. Сделаем из стали. Крутой шахматный стол. Он будет вот здесь стоять. Ребята будут играть. Ладно, но я не это искал. Энергия есть еще. Какие вот есть области? Склад для хранения мусора. Хорошо, можно сделать вот свалку. Она будет вот тут. Перенести Олениху. Опа, сейчас сделаю шахматный стол. И стол готов. Теперь мы будем играть, видимо, здесь. Надеюсь. Так, вот сейчас кучу трупов сюда сложим. А это что? Ты куда пошел? Ты куда пошел? А, еще и этого трупа ты решил. А слиться из предыдущего эпизода. Наконец-таки сложно. А это что? Индюшка мертвая? Ой, оказывается, очень много здесь у нас ненужного. Металолон точно не нужен? Куда ты Олениху попер? Что? Ааа! Ты скормил кусок Оленихи дохлой Хантеру? Это что за прикол? Ты идиот? Перенести Олениху. Это, видимо, чтобы в Хантере снова проснулся вкус к охоте. Чтобы он пришел в себя, наконец. Он пришел в себя. Он пришел в себя! Есть! Господи, Фли это спаситель нашей колонии. Он появился в самый последний момент. Как это так получается, я не знаю. Но это прекрасно. Мы уже убили кучу врагов. Большая часть которых это морские свинки бешеные. И теперь Фли еще и убирается по всему поселению. Он наведет здесь порядок. Следующая серия обязательно наведет. Огромное всем спасибо, что смотрели. Не забывайте про то, что можно на этот канал подписаться. А еще не забывайте, что есть у меня Бусти теперь. Где вы можете поддержать меня, мою деятельность, мои мечты. И наши комьюнити в целом. Потому что Бусти веду не только я, но еще и в доску свои. Все ссылки будут в описании. С вами был Юджин, друзья. И всем пять! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!